здрасте вот а это у нас не матушьте звук просто здорово здорово ты делаешь снимаю хочу снимаешь а чё контент будет смысле не знаешь конечно будет друзья всем привет вы на канале донни и сегодня у нас будет интереснейший ролик вот с этой тачка ребята с этой audi которую я уже снимал пару роликов на последние пару месяцев да на самом деле можно было и почаще снимать но как вы помните последний ролик по этой тачке вышел об аварии да ребята у меня была авария совсем недавно и более того итог после аварии до сих пор не решен страховая до сих пор гасится но об этом ребята потом самое главное что прямо сейчас у нас уже апрель а это означает ребята что сейчас мы готовим тачку к лету я буду менять audi колеса на самом деле думаю что многие помнят что еще осенью я покупал на audi диски литые черные такие прям классные красивые диски но так получилось что они развалились да они реально просто развалились мне буквально за пару дней это было просто печальная ситуация после этого после этого неудачного опыта вернулся на свои штатные 18 колеса но зиму прокатав на них я не смог смириться и решил к лету купить себе новые к точке 19 просто пушка ребята будут к точке более того эти к точке я уже выбрал я их уже оплатил и прямо сегодня прямо сейчас мы поедем их ставить ближе к середине ролика я расскажу параметры этих колес потому что знаю что этот ролик смотрят не только мои подписчики но и те кто выбирает может быть реально диски на свою audi на лето вот и либо для вас расскажу параметры новых дисков для своей тачки более того сегодня мы еще встретим саймона ребят до саймона вот мы с ним выбирали вместе диски на его x3 и на мою audi он уже поставил себе на x3 я пока еще не поставил ну и ребята у меня кучу важный полезной информации для вас поэтому прямо сейчас мы выезжаем на место где будем и ставить поэтому поехали итак ребята вкратце информация для вас пока мы сейчас едем на стошку чтобы поменять колеса значит первое момент номер один это мой ремонт как вы знаете я попал еще в феврале в аварию там был виноват не я в меня въехал жигуль в дрифте момент был максимально неприятное но как бы такое случилось да я въехал жигуль и казалось бы меня каска для тех кто как бы не в россии проживает для вас как бы я объясню у нас есть два вида страховки осаго и каска осаго это обязательное страхование автомобиля она такой как бы дешевенькая да там тысяч на 1015 вроде как стоит и в принципе сделать его не проблема и по нему как бы ремонт проводится в случае если как бы не виновен да если я не ошибаюсь и каска это такая страховая как бы топ услуга которая стоит раз в 10 а то и больше дороже чем осаго случае если ее приобретаешь что в случае аварии будет виноваты или нет и ремонтировать машину должны как бы быстро без проблем без вопросов раз-раз машину отремонтировали ты уехал там может быть через день или через две так вот прошло два месяца страховая меня динамит просто я не знаю что не хотят они вроде как подтверждают какие-то моменты какие-то моменты согласовывают но согласование становится как бы больше и больше и вот сейчас уже наступил момент когда детали заказываются уже из москвы со склада должны быть уже как бы доставлены в питер заказаны они то есть были еще на прошлой неделе да то есть вы понимаете прошло уже две недели заказ как был отправлен на детали и тишина в целом я расстроен просто максимально потому что прошло два месяца у меня дорогущая страховка куплена понимаете и по этой страховой мне не могут уже сделать мою машину очень давно у меня друзьям по осаго машину ремонтировали быстрее чем у меня показка понимаете это просто момент который меня вот ну раздражает я не понимаю почему нельзя машину сделать быстрее об этом я говорил у себя в инстаграме кстати говоря подписывайтесь ссылочка есть в описании там выходит эксклюзивная информация быстрее чем на каналах да ребят еще кое-что помимо инстаграма где мне выходит эксклюзивная информация там разных моментах там да и жизни как понимаете это снимаю первым делом моменты разные интересные меня еще есть второй канал автоканал где мы с друзьями снимаем разные обзоры на автомобиле снимаем разные там шоу типа шоу перекупы и прочее ребята ссылочка есть тоже на канал в описании заходите подписывайтесь потому что там реально выходит много интересной информации также поводу моей машины там выходила а больше роликов чем на моем как бы канале где выходят игры там уже на месте нас будет ждать саймон тоже саймон купил себе новые диски на своих встретив я видел какие диски я покупал но как он их поставил я не видел поэтому сейчас мы едем уже туда на место и там уже ребята все посмотрим здрасте а вы кто ни хера у тебя диски прикольно вообще курт смотрится короче ты поедешь или поставишь давай тогда и садись я короче он надо местом освободить нас и сзади вы увидели тут короче у нас настоящая профессиональная съемка потому что сзади нас вообще места нету все сплошные там шнуры как кабели вот разные сумки портфели поэтому ну чё как тебя вообще скажем я до сих пор честно не верю на вообще то есть я как бы осознаю тот факт что они есть и финансово но это да тот факт то что они стоят и вообще как ты как это работает я до сих пор шоке но надеюсь сегодня тоже с таким же впечатлением типа вау буду круто я они очень хорошо держит машина стала такая прям уверены на дороге не волчат как мужчине как будто она прям вцепилась короче нас пока не пускают туда поэтому мы решили посмотреть пока эксперт и тохи у их третьих то просто издали x5 на самом деле показалось когда надевали колеса уже обгулли полностью выходит чел который инстаграм и такой горит что за машина а я что-то заслушался стоял там стороне наблюдал я говорю это раз поворачивание он вреда это x5 я говорю нет это x3 минус мордахи вообще очень похоже зацени что-то заснимает его колеса прям смотрится очень классно я помню твои которые были штатные примут они прям сильно отличались того что есть сейчас и прям подарку да прям ровненько прям щену по кайфу очень мне нравится вот самое самое то шире тебе не надо было вот реально но если 21 станут а 21 какая там резина по ширине еще на 10 шире чем на сантиметр целый блин еще скажу что но он не предлагал горит может все-таки 21 еще прикинем я такой не 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 21 чтобы я вот здесь ехал и вот так у меня сразу диск по но это жестко будет да еще ниже профиль да 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 они вот это вообще идеал по моему как у тебя профиль здесь 40 у меня заводит 30 вроде 45 у меня будет вроде бы 30 если не ошибаюсь короче на самом деле у нас не столько вы x3 да ты очень там переделал прям по жестки по жести по жестки но сейчас сейчас машина выглядит именно прям под стиль extreme если просто позвать любого чайника который показать ему фотографии extreme competition и просто показать мою машину он никогда в жизни не поймешь это не среди это просто самое самое скажем так самые видные заметные части я заменил непонятно если заменил решетку да я поменял решетку я поменял боковые жабры я поменял накладки на зеркала зеркала колеса соответственно они кстати есть такой вариант колес на extreme competition и поменял я сзади диффузор насадки выхлопные ну и плюс к всему конечно тонер но тонер то понятно без этого очень никак это как вы как в актариуме едет ну в крупнее у нас питер это очень жестко у нас питер и да у нас рейда очень жесткий короче мы приехали на место сейчас ждем свои диски они должны быть это здесь ты покажешь вокруг просто туда покажи вот да вот план здесь очень много колес поэтому сейчас ждем пока при от моих где-то не здесь есть поэтому сейчас ждем привет мастер мне повеситься колеса вот и я блин надеюсь будет четко что я прям очень-очень прям переживаю но лучше чем штатный буду стопудово да так что поднимают уже аудюху сейчас поднимут ее поставить что колесики нового они там по идее где-то в той стороне вот а это у нас и мотошки звук просто мечта water а мр и звук что надо еще 222 но да есть такое по любому нормально ваще не ну пушка конечно очень будет просто сок до и мат какая она просто не то что она очень широкая кусок сейчас посмотрим как короче поиски двойные стекла работают ну а что на что за системы там же есть разные выборы типа дающие какие-то там какие есть варианты самое интересное это ну почти вообще ничем не отличается от реального да самый тест это когда это как было 24 так работала машина она привязана прям кнопки машине да у меня нет приложений мы делаем так но удобно но буду это реально очень удобно это зависимости типа от комфортом да от этого все или как она общаясь комбинация хлопок , да двойные стекла вот как ушло темное пришло обычное нормально вот так semester что идея вот так он деле что в плане шипов потому что я уже ну катаюсь какое-то время на улице у нас нету ни снега ничего поэтому шипы у нас воде все на месте да вроде как видишь дырочки где-нибудь пустые без шипов нормально все вроде нормально вроде шипы все на месте ну вот я просто я почему сейчас так но спешу потому что уже у нас на улице солнышко уже у нас там плюс 5 плюс 6 бывает даже плюс 10 поэтому кататься на зиме уже смысла нету вот хочу поставить хотел поставить себе лето вот но это как вы знаете у меня там крыло битая вот я очень долго думал как это сделать правильно потому что нужно мне будет колесо сдавать дилеру обратно дисками на на ремонт вот я очень не хотел этого сделать ну то есть менять резину до того как я сдам диск дилеру он на позвонил как договорился ремонте все правильно короче я привезу получается диск отдельно уже когда они позвонят я диск просто приеду сюда заберут диск и привезу им то есть это был очень важный момент который я очень хотел хотел уточнить перед тем, как я буду ставить себе новые диски и резину летнюю. Мне очень нравится, что получается. О, просто гляньте, как это все смотрится. Еще сейчас здесь будет у нас, разумеется, колпачок и прочее, ребята, это будет просто пушка. Гляньте отсюда, ей ма, мне очень нравится, уф, прям горячо. Отлично, мне прям, ребята, просто заходит. Конечно, с той стороны снимать не буду, честно, не хочу портить себе настроение, там у меня крыло бито, вы все знаете, об этом уже говорил, но здесь смотрится очень классно. Вован, тебе как, скажи мне? Огонь скажи, скажи огонь. Огнище, да? Вообще просто посмотри, засними вот так вот, засними меня на фоне моих новых колес. Я просто, я очень счастливый. Блин, круто, блин, ребята. Вот сейчас еще выйдем, короче, разумеется, еще посмотрим издали и так далее в проекции. Колесико вывернуть обязательно. Да, да, колесико вывернуть надо будет. Короче, ребята, все, поставили мы диски. Просто я в восторге. Сейчас мы едем на стояночку. Тоха едет сейчас на X3 сзади. Сейчас мы припаркуемся где-нибудь на пустыре на свободном, чтобы никого не было вокруг и покажем, что получилось у нас. Подготовка к летнему периоду. Ну, конечно, первое, что сейчас чувствую прямо сходу, это то, что нету шума. Шума нету, это просто кайф. Едешь тихо так, блин, эти шипы, конечно, у меня. Ну, да, если вы видели то, что здесь на приборке горит желтенькое, не пугайтесь. Просто у меня омываечка закончилась. Это не страшно, это не критично. Это не чек, если что, поэтому все нормально. Поэтому окей. Сейчас мы едем на стоянку. Ехать нам показывает 4 минуты на открытую такую стояночку. И там уже мы вам покажем, что получилось в итоге у нас. Знаете, они меня преследуют. Вот так, покажи мне вперед. Смотри, видишь, они меня преследуют. Вы бы видели, как он меня же собогнал. Это просто было нечто. Я не знаю, они меня преследуют, эти жигули. Я уже их боюсь. Я уже, знаете, если вижу такую штуку, я лучше пропущу его, чем буду с ним как-то... Ну, нафиг. Так, ребят, ну что, мы тут с Саймоном подготовили тачки, да, к лету, получается. Почти. Ну, хотя... Если бы лета было бы здесь... Хотя у нас что-то зима, но улица на самом-то, просто очень холодно. У нас очень холодно, реально. Мы уже, мы, конечно, приехали на набережную. Здесь у нас такое прям красивое место. Нашли специально для вас... Что это у нас? Это Сибур... А, нет, не Сибур. Сибур там. Это что? Короче, какая-то... Красивое сидящееся здание. Легкая атлетическая, короче, арена. Не суть. Мы подготовили наши тачки к лету, да. Вот. Мы переобулись. И, ребят, сейчас мы покажем вам, что же у нас получилось. Начнем с твоей тачки. Потому что мы, конечно, смотрели, обходили. Но это было у нас еще, когда мы были там, далеко-далеко. Что у нас получилось с твоей тачки, значит? Во-первых, да? Диски просто, ну, мне очень нравится, что получилось. Это просто пушка. На самом деле, когда я видел их... Когда их ставили, да, когда их только ставили. Вот без этого вот клипса, да? Без лейбы и бмв, она вообще по-другому смотрелась. Так и с шильдика вот этого М. А, этого не было, да? Это не было ничего. Это когда они все добавили в совокупе, получился такой прям... Ну, пушка. Мне очень нравится, что получилось. Просто, ребят. Он когда их просто даже резину уже на диск нацепил, уже по-другому совершенно смотрелось. Прям было бодро. Так, у тебя, получается, какая здесь резина стоит? Она же разная у тебя, да, спереди и зали? Да, она разноширокая здесь стоит. Я, честно, не помню. Надо на кезде посмотреть. Давайте посмотрим, какая у тебя есть резина стоит. И 245 на 45, R20, да, получается? А сзади у тебя стоит какая? А сзади, по-моему, 265 или 275 на 40, R20. 275 на 40, то есть у тебя разноширокая. Ну, в принципе, да, у бмв это норм тема, то есть ставят разноширокие. Все у них кроссоверы и вот эти кроссоверы. Все разноширокие, да? Да, они все идут полностью разноширокие. И спереди узкая, потому что сзади такая широкая. Ну, блин, X5, X6, к тому примеру, они все такие вот. Да, да, да. У меня тема совершенно другая. Я не знаю, как там у Q-версии. Q3, Q5, Q7, Q8 одинаково, да, везде? Вот, я просто знаю, ребят, возможно, Q8 разноширокие. Q7, Q8 разноширокие, по-моему. Я не в курсе. Просто на самом деле у нас совершенно вот у Audi другая тема у меня, то есть, да, разношироких. То есть, ну, по штату их нету совершенно. А ставить разноширокие там, то есть, самостоятельно, это как бы немножко рискованно. Пока что получилось у меня, да, потому что, конечно, Ван там все снял, по идее, да, ты же там все по идее заснял, все круто, красиво. Гляньте, ооо, я вообще в восторге, я в восторге, посмотрите на это. Там еще, конечно, сделаны красивые проходики, да, у меня здесь стоит, получается, ну, в круг 255 на 35 на самом деле. Ну, у меня всего на 5 миллиметров больше, чем, меньше, чем у тебя. То есть, если говорить про низкопрофильную, да, резину, всего на 5 миллиметров меньше, чем у тебя. А так, на самом деле, ну, почти одинаковый профиль у нас с тобой, да, стал? Да, только единственное, что у него крутая резина, это сразу... Ну, Мишлен, да, у меня мишка, да. У него прям погонщики, гонщики, знаете, которые вот это сидят, джинджин, джинджин поперт. Ну, на самом деле, я очень хотел все встопить, но нельзя же, да, нельзя же. Я видел, что ты хотел встопить. Я очень хотел, но нельзя, нельзя, вот. Поэтому в круг у нас стали одинаковый получается резина, одинаковые диски, не разноширокие, все как бы в край. И, в принципе, сними так вот немножко, вот, чтобы было видно под арки, да, что происходит. По арке, то есть, видно, что колеса прям стоят, ну, вот, четко, четко. Конечно, можно было еще ставить проставки, но я очень не как-то... Это надо спрашивать у того, кто уже 10 лет делал. Да, нужно спрашивать тех, кто шарит, потому что, конечно, где мы делали, да, в стачлинге, ребята сказали, что можно поставить проставки, типа, вообще, они знают качественные проставки. Ну да, если добавить их, то прям вообще вылет будет очень крутой, это прям, я не знаю. Она и так, в принципе, смотрится бодро. Вот я за тобой ехал, колеса широкие. Да, широкие, с жопой у нее вообще очень шире не нужно. Сбоку, когда едешь, тоже здорово смотрится. Ну, прям вот, а именно сам зад, даже несмотря на этот, вот вылет вот этот вот крайний. Ага. Когда ты смотришь сзади на бампер, вот этот вот вылет, вот этот кусочек, он выглядит мощно. Да, да, да. Но мне, ребята, короче, итог очень нравится. Опять-таки, как я уже говорил, как вы знаете, я тащусь от черных дисков. Просто черный для меня это нечто вот. Короче, просто. И еще, если хромированная арка, это просто топчик. Но мне ребята подобрали с S-тюнинга и просто сделали мне классные диски. За что им спасибо реально очень большое. Ну, и, ребятки, в принципе... One love. One love. Ребята, молодцы. Вот. Ну, и, в принципе, нас холодно очень, ребята. Поэтому мы потихонечку собираемся. Мы потихонечку поехали. Ставьте лайки. Пока можете подписаться и на мой канал, и на канал Саймона. Также есть в Инстаграме ссылочка на Инстаграм в описании. И есть ссылочка на мой второй канал, на ИТД Авто, где я снимаю тоже разные ролики по автотематике. Поэтому заходите. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.